Последняя выдача породы была 5 лет назад, а сейчас будет настоящий опытный взрыв. Если говорить именно по датам, то последний взрыв, как вы хотите спросить, он был тогда, когда было достроено уже наше метро, многострадальное, первая его очередь. После этого, сколько лет назад мы сдали метро? 22. В 95-м году. В декабре, в 95-м году. Да, 22 года у нас здесь. За 22 года это первый взрыв. То есть то, что было в 12-м году, Днепрометрострой там выдавал породу, это можно взрывом не считать. Вот так. То есть можно сказать, что сегодняшний взрыв, это взрыв опытный, взрыв, в результате которого и двух последующих мы рассчитаем уже полностью технологию прохождения взрывных работ, это фактически начало активной стадии процесса достройки метро. То есть для этого мы готовили площадки, переносили сети, согласовывали, пересогласовывали, ввели разные переговоры с ДТЭКом, с теми, с этими. Сегодня это уже начало активной стадии с радиостометра. Но мне обещает генеральный подрядчик, высшее руководство, что до конца моей каденции домучаем хотя бы одну станцию. Мы будем пытаться. Ну подождите, ну ребят, ну это ж не шоу, давайте все подготовят. Потом, если что, наверное, мы сможем куда? Переместиться туда, посмотреть датчик, все ли прошло нормально. Потом, если есть желающие, опять же, картинки не будет, мы переместимся под, вернее, не под, а над местром взрыва, там установлен специальный сейсмический датчик, который нам покажет, чтобы не было ни проседания породы, ничего. Селько в курсе? Селько, никто не спрашивал. Вы же заходили, там было объявление, то есть все жители оповещены. У нас и на заборах не все считают. В принципе, готовы. С Богом! Есть! Все, поздравляю. Трафики показали, что мы не превысили допустимые нормы, которые предназначены для зданий и сооружений. Трамвай дает такие же колебания, как и взрыв в метро, но трамвай дает постоянные колебания, а метро дает практически 7 секунд всего лишь взрыва. Так что колебания в пределах нормы, можно работать. А если бы что-то было не так, что бы там показалось? Если бы было не так, вот у нас нижняя шкала для самых ветхих зданий, сооружений, то есть для глинобитных зданий, для таких, что уже почти разваливается. Вот эта шкала показывает, если какая-то из точек перейдет эту границу, то тогда уже можно говорить, что были какие-то сверхдопустимые нормы. Но наши здания, которые кирпичные, там, бетонные, это вторая наша шкала, то есть еще выше. И точка, которая, вторая точка находилась немного дальше, она в два раза колебания уменьшилась. То есть, соответственно, от эпицентра взрыва на 40 метров в одну, в другую, в третью сторону колебания уменьшились практически в два раза. Это действительно историческое событие, я очень-очень рад, можно сказать, даже счастлив. И я очень надеюсь, что мы сегодня задержали наш контракт где-то на три месяца. Активная стадия производства работ будет только увеличиться, наверстаем сроки, войдем в согласованные контрактом сроки. И город будет, наконец, иметь долгожданное наше мотострадальное метро. Спасибо. Волновался? Конечно, волновался. Инструктаж был предварительно? Или просто сказал, жми сюда? По ходу. Ну, видите, все же думали, что это, знаете, все у нас, так сказать, обман зрения. А оказалось, не обман зрения. Проверили электрический сигнал и, знаете, как подпольщик Великой Отечественной накрутили машинку и нажали кнопку. Взорвали. Спасибо. Спасибо.